Так, теперь Бунин о Харькове. Бунин помнит Харьков, его описание в романе «Жизнь Арсеньева» 1930 год, это уже во Франции он написал, за которую он получил Нобелевскую премию. Наверное, самый лиричный образ этого города во всей мировой литературе. И вот первое, что поразило меня в Харькове – мягкость воздуха и то, что света в нем было больше, чем у нас. Глаза разбегались на эти улицы, казавшиеся мне совершенно великолепными, и на то, что окружало меня. После полудня стало совсем солнечно, всюду блестело, таяло. Тополя на Сумской улице возносились верхушками к пухлым белым облакам, плывшим по влажному голубому слегка дымящемуся небу. Вдова писателя Вера Муромцева, та, которая, я уже не рассказала в предыдущем ролике, в жизни Бунина 1958 года конкретизирует и добавляет. Харьков поразил его и великолепием магазинов, и высотой каменных домов. Представляете, это у нас на Воронеже, там два этажа, это все, это верхушка. Представляете, Харьков поразил его в те годы. Это, получается, какие-то 1889 высотой каменных домов и огромностью площадей и собором. Каким собором, интересно? Напишите. Еще бы, Харьков первый по-настоящему крупный город, который он увидел. Губернский орел по дороге в Харьков, мало чем отличающийся от уездных не в счет. По сути, Бунин был деревенский мальчик. Лет семи началась для меня жизнь, тесно связанная в моих воспоминаниях с полем, с мужицкими избами. Чуть не все свободное от учения время я провел в ближайших от бутырок деревушках у наших бывших крепостных и однодворцев. Явились друзья, и порой я по целым дням стерег с ними в поле скотину. Автобиографическая заметка. Выросший в усадьбе после того, как бросил уездную Елецкую гимназию, вернувшийся снова в деревню. Страна же, это грезилось мне необозримыми весенними просторами всей той Южной Руси, это у нас в Украине опять, которая все больше и больше пленяла мое воображение и древностью своей, и современностью. Офигеть, как красиво. В современности был великий богатый край, красота его ниф, степей, хуторов, сел, Днепра, Киева, народа сильного, нежного. В каждой мелочи быта своего красивого и опрятного наследника славянства. А там в древности была колыбель его, были святополки и Игори, печенеги и половцы. Меня даже одни эти слова очаровывали. Потом века казацких битв с турками и ляхами, пороги и хортица, плавни и гирлахерсонские. И знакомство с этой страной началось для Арсеньева Бунина в Харькове. Харьков стал для него воротами в Украину. Можно даже сказать и так, влюбившись в Харьков, Бунин влюбился в Украину. Это будет не преувеличением. За жизнь в Полтаве окрепла начавшаяся в Харькове любовь к Малороссии по нынешнему уроку Украине. Как вот написано, так я и читаю. По нынешнему Украине, которую он исходил, изъездил вдоль и поперек. Вот, пожалуйста, Бунин вам доказательство того, что Украина была. Называлось бы он Малороссией, но это была Украина. В конце романа, уже вдоль поездив по Украине, пожив в Полтаве, побывав в Крыму. Вот, видите, опять крымца в Украину, видите? Вдоль, вдоль поездив по Украине, пожив в Полтаве, побыв в Крыму, Киеве, Николаеве. Это он причисляет Украину. Крыму, Киеве, Николаеве, Кременчуге и других местах, а также в Смоленске, Витебске, Петербурге, в скобочках, почувствовав, ощутив, поняв, герой объявляет своей невесте. Ты говоришь, Петербург? Если бы ты знала, какой это ужас. И как я там сразу и навеки понял, что я человек до глубины души южный. Гоголь писал из Италии. Петербург, снега, подлецы, департамент. Все это мне снилось. Я проснулся опять на родине. Вот, и я также проснулся тут. Не могу спокойно слышать. Чичирин, Черкассы, Хорол, Лубны, Чертомлык, Дикое поле. Не могу без волнения видеть очертянных крыш, остриженных мужицких голов, баб в желтых и красных сапогах. Оказывается, украинки носили желтые и красные сапоги. Вот, я сейчас узнаю. Даже лыковых кошелок, в которых они носят на коромыслах вишни и сливы. Офигеть. Чайка, скиглить, летающий, мов за детьми, плача, солнце, грия, ветер, вия, на степу казачьим. Это Шевченко. Это Бунин цитирует. Совершенно гениальный поэт. Да, очень много Бунина, очень много Шевченко в словах Бунина. Он бредил, Шевченко, бредил. Прекраснее Малоруссии нет страны в мире.